Как ни странно, но Краевой Центр Бенджамину не интересен. Также равнодушным его оставили горы Северной Осетии, не впечатлили и живописные уголки Кабардино-Балкарии. Как признается сам мужчина, из 50 стран, что он исколесил, лишь Монако завоевало его сердце. Все потому, что главная цель его пути вовсе не достопримечательность. Конечно же, я погуляю по Ставрополю. Только вот все города я вижу одинаковыми, люди мне интереснее. Познакомиться с ними, увидеть, с чем они живут в разных уголках мира. Сам Бен родом из Германии. Устав от работы сантехника, он решил немного погулять по Европе. Этим поход не ограничился. Научиться странствовать без навигатора, сотовой связи и других благ цивилизации много времени мужчине не потребовалось. Кроме того, за все время пути Бен не потратил ни цента. Самое необходимое всегда у него в рюкзаке за спиной. Едой, одеждой и медикаментами с ним делятся те, кто пустил его в свой дом. Теплая куртка досталась ему в Азербайджане, а кроссовки подарил знакомый из Нальчика. С родными Бен выходит на связь через интернет. Если, конечно, он есть у того, кто приютил иностранца. Изначально я планировал пешком посетить только страны, где говорят на немецком, а потом попробовал передвигаться автостопом. Так меня занесло в Стамбул, и там я решил, что не хочу останавливаться. Мою родню, мои разъезды не беспокоят. Старший брат до меня путешествовал по полтора года. Так что все мои родственники к этому давно привыкли. Впрочем, Бенджамин не единственный, кто передвигается по планете таким образом. Движение под названием «Каучсерфинг» предполагает, что во время путешествия ты можешь остановиться не в гостиничном номере, а почти у незнакомого человека. В краевом центре, к примеру, Бена приняла Екатерина. Кстати, таким образом она сама несколько раз выезжала за рубеж. Девушка объясняет попутчиков, и крышу над головой каучсерферы находят в соцсетях и на специальных сайтах. Действительно, вот все, что каучсерфинг дает людям, я прочувствовала, и теперь не боюсь вообще нигде путешествовать, потому что это было интересно. На самом деле, люди очень отзывчивые везде. У меня много друзей, которые так путешествовали в Америке, Финляндии, в Швеции. Следующим пунктом назначения у Бена числится Волгодонск. После этого он планирует отправиться в Саратов. Ну а куда дальше, подскажет настроение, объясняет путешественник. Ефим Пушкин, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение.